Грут Впервые на телевидении Грут появился в качестве члена Стражей Галактики в серии Майкл Корвак, мультсериала Мстители, величайший герой Земли, шедшего с 2010 по 2012 год. Глянь, что за спиной, приятель! Позвольте вас познакомить! Я Грут! Я Грут! Далее, древоподобный гуманоид появляется в серии Стражей Галактики, мультсериала Совершенный Человек-Паук, он же Великий Человек-Паук, шедшего с 2012 по 2017 год. И ты сказал Грут? Я Грут! Просто швырни! Я Грут! В 2013 году Грут появляется в серии Стражей и Звездные Рыцари, мультсериала Мстители Общий Сбор, он же Команда Мстителей. Я ЖЕ Грут! Сбейте этого Герольда, любыми средствами! Я ЖЕ Грут! Прости, Мститель, ничего личного, но я должен заморозить тебя! Уйди или поломаю, зубочистка! Я ЖЕ Грут! Да что ты говоришь? В этом же году Грута можно заметить в мультсериале Халки Агенты Смэш, шедшего с 2013 по 2015 год. Грут, существует что-то вроде ожившего дерева. Руки вверх, поджигатель Шелки! Я ЕСТЬ Грут! Ого! Я Грут! Я серьёзно, это всё, что ты можешь? Я ЖЕ Грут! Пачно деревянная нога! Я ЕСТЬ Грут! Я ЕСТЬ Грут! Я в этом не сомневаюсь. Вин Дизель озвучил Грута на 15 различных языках мира и послужил основой для лицевой анимации через технологию захвата движения в фильме Стражи Галактики 2014 года, являющегося частью кинематографической вселенной Марвел. В конце фильма Грут жертвует собой, чтобы спасти команду. Я ЕСТЬ ГРУТ! Я ЕСТЬ ГРУТ! Я ЕСТЬ ГРУТ! Я ЕСТЬ ГОЛОМИ РУКАМИ! У меня нет скола! А? ЧЕТВЕРОНОГИЙ! Я ЕСТЬ ГРУТ! Оооо... Дара! Аааа! Аа! В этом же году Грут появляется в мультсериале «Мстители. Дисковые войны», шедшего с 2014 по 2015 год. В 2015 году выходит мультсериал «Стражи Галактики», в котором, естественно, никуда без неразлучной парочки Грута и енота-ракет. В этом же году Грут со своим напарником присутствует в мультфильме «Приключения супергероев» «Морозный бой». Ничего личного. Просто бизнес. Чего? Грут, сними шарф. Я сказала, боюсь, вы поймали не того Клауса. Это что, какая-то шутка? И... жми! В 2017 году выходит в прокат продолжение фильма «Стражи Галактики», в котором Грут показан в виде возродившегося милейшего малыша. Но всё равно он является важным членом команды «Стражей Галактики» и участвует во всех сражениях. В капитанском отсеке есть прототип Гребня. Тот, что я ношу на башке. Трусы мои, приволок. Да, соображает он пока ещё туговато. Это Орлони. Не Гребень, Грут. А это глаз воркера. Он вынимает его, когда спит. Давай, ещё поищай. Давай будем считать, что у вас есть холодильник с запасом отрубленных пальцев ног. Вот эту кнопку не нажимать. Не то бомба рванёт моментально. Все мы умрём. Я не Гребень. Нет! Как раз эта кнопка всех нас убьёт. Так, покажи кнопку, на которую ты нажмёшь. Покажи пальцем. Нет! Мы все умрём. В этом же году Грут вместе с Енотом Ракетой являются главными героями в одноимённом мультсериале. С этого парня дают миллион кредитов. И он у нас в руках. Я есть Грут. Сейчас я покажу тебе, кто грязный. Ах ты, Грут, отпусти меня. Стой! Не трогай меня. Грут. В 2018 году в фильме «Мстители. Война бесконечности» Грут представлен уже в виде подростка, в котором жертвуют своей рукой для рукоятки нового молота Тора. В конце фильма, после поражения «Мстителей» Таносу, исчезает, как и многие герои. Грут, убери эту дрянь. Живо, я не буду повторять. Хочешь у меня по желудям получить? От горшка два вершка, а ведёшь себя, как гнилое дупло. Тут. И убери игру, вырастешь, дубин. Я есть Грут. Да сходи ты в стакан, кто на тебя смотрит? И на что там смотреть, чтобы сучков не видели? Где рукоять? Древо! Найди рукоять, живо! Да, познакомься, новый друг мой, Древо. Я есть Грут! Я есть Тиф Роджерс. Я есть Грут. Нет, 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 Грут! В 2019 году в фильме «Мстители. Финал» после «Челчка Халка» Грут вместе со всеми ранее исчезнувшими возвращается и принимает участие в битве против Таноса и его армии. Зрители с нетерпением ждут выхода третьей части «Стражи Галактики», который намечен на 2020-2021 год. Сюжет следующего фильма кинофраншизы пока держится в тайне, но основываясь на успехе двух предыдущих серий, он должен быть таким же эффектным, полным действием и фирменного юмора. Режиссер картин Джеймс Ганн упомянул о том, что третья часть станет финальной, но станет ли это просто последним фильмом трилогии или полным закрытием проекта пока не ясно. Продолжение следует...